В 2003 году решением Совета депутатов наш берег Синички был включен в особо охраняемую территорию как заповедник Лермонтовские места. Вы знаете, это все только говорят, что вы знаете, мы все так аккуратненько, мы так все сделаем, и все будет хорошо. Не будет у нас этого хорошо. У нас как если начнут строить, так начнут строить. И будут строить от души. За моей спиной тот самый берег реки Синичка, где в ближайшее время может появиться коттеджный поселок. Жители обеспокоены, что строительство ведется в водоохранной зоне. Это, собственно, единственное место, которое осталось не застроенное, с доступом к воде. И по проекту планировки, утвержденной, жителям останется только 5 метров вдоль воды. На набережной от дамбы до дамбы. Соответственно, это, конечно, никого не устраивает, при том, что остальные берега уже тоже закрыты, с нарушениями водного кодекса. Кто вообще определяет водоохранную зону? Какая она должна быть на этой реке? В этом нам помогут разобраться выписки из водного реестра и наши эксперты, к которым мы обратились за консультацией. Чем больше протяженность реки, тем больше ее береговая полоса. Береговая полоса является общедоступной. Перекрывать береговые полосы нельзя. Каждый гражданин имеет право беспрепятственного доступа в пределах ширины береговой полосы к водному объекту. Там внизу 3 или 5 родников. Вы представляете, что там, если это забетонировать? Родники – это такое дело, они пробьются откуда угодно. Вы там хоть там все залейте, а родники, они выйдут. Любое заинтересованное лицо может осуществить уточнение границ береговой полосы водного объекта. При этом для выполнения данных работ необходимо привлекать организацию, имеющую лицензию Росгидромета на проведение таких работ. Самое ужасное сознание последних 4 месяцев, в котором мы боремся за эту землю, это абсолютное бездействие всех органов власти, к которым мы обращались. Администрация, правительство Московской области, прокуратура, следственный комитет. Такое ощущение, что это нужно только нам. Главная претензия жителей – все документы подделаны, а местные власти их не слышат. Мы будем разбираться в этой ситуации вместе с жителем. В ближайшее время мы подготовим запросы в надзорные органы и узнаем позицию властей по поводу всего того, что происходит сегодня на берегу реки Синичка. Канализация, со слов специалистов, центральная. Засорена основная магистраль. В рамках нашего выезда инспектора Всероссийского общества охраны природы также берут лабораторные пробы вот этих вот стоков, которые днями и ночами стекают в реку Синичку. По цвету и запаху они напоминают обыкновенную канализацию, что, собственно, подтверждает слова местных жителей. Из-за того, что кондиционная система забита, стоки переливаются и попадают никуда иначе прямо в эту реку. Но я на плотине вижу, что льется река постоянная. Летом иногда там дышать нечем по вечерам. Так почему же застройщикам не взять на себя решение этой проблемы, не прочистить и не отремонтировать канализацию, которая каждый день загаживает эту реку? Андрей Юрьевич, пора спасать Синичку! Ну а пока мы ждем результатов, экспертиз, а также выписки из реестров и ответы дозорных органов, я предлагаю скатиться с этой небольшой горки, тем более, что их здесь в округе довольно много. Редактор субтитров А.Семкин